Экстренные службы, врачи, полиция и коммунальщики подводят итоги работы в новогодние выходные. За 10 дней в регионе происшествий случилось больше, чем за месяц. Все подробности в следующем сюжете. Праздники закончились, последствия остались. За новогодние выходные в Новосибирской области зарегистрировали 12,5 тысяч заявлений от жителей региона о правонарушениях. Кража, разбойные нападения, грабежи не обошлось и без убийств. Подобные трагедии, говорят в полиции, в основном происходят на нетрезвую голову. Зафиксировали правоохранители и несчастные случаи. 5 января в Ленинском районе города Новосибирска в тепловом коллекторе обнаружено было 5 трупов, трое из которых, три это женщины, так скажем, без видимых признаков насильственной смерти. И предварительная причина в том, что употребляли жидкость, которую нашли в трехлитровой, в пятилитровой фляге, так скажем, которую нашли на помойке один из бомжей и предложил выпить. Экспертизу провели, это отработка антифриза. И 7 числа у нас несчастный случай, это с гражданином города Новосибирска, 96-го года рождения, который при попытке изготовления петард, изготавливал самодельные петарды, отторвало все пальцы левой кисти. Два пьяных гражданина сообщили об угрозе взрыва. В считанные часы телефонные шутники были задержаны. Что касается пожаров, то за длинные выходные произошло 80 возгораний. Погибли 17 взрослых и 3 ребенка. Более 100 человек удалось спасти. Праздники традиционно добавили работы и врачам. В новогодние выходные поликлиники города отдыхали, а вот травпункты работали круглосуточно. Пациентов в разы больше. Виктор Николаевич один из них подскользнулся и сломал руку. Теперь впереди долгие месяцы восстановительного лечения. Я шел в гараж, подскользнулся, упал. Ну а там ступенечка такая была. Ну и сломал себе вот руку. И таких пациентов в очереди травпункты десятки. В Кировском районе к этому готовились заранее. Закупили 2 тонны гипса. В некоторые дни врачи успевали обслужить больше 100 человек. Было трудно работать врачам и днем и ночью. Постоянно шли больные. Было очень много в пьяном виде. Хотя переломов было существенно меньше, чем другие дни. Наверное из-за того, что выпал снег. В декабре было очень много травм, связанных с гололедом. А вот в январе похолоднее стало. И больных таких стало меньше. На праздники погода изменилась. Столбик термометра опускался до минус 30. Как следствие, большое число обморожений. Пострадали 50 человек. Трое умерли. Впрочем, обращались и с традиционными праздничными жалобами. Перебрали с алкоголем, подрались, упали на горки, получили ожоги от петард. За 10 дней праздников было порядка 23 тысяч, чуть более 23 тысяч выездов скорой помощи. 11% этих выездов составили травмы. Естественно, первые три дня было, так скажем, большое количество выездов, связанных с употреблением алкоголя. Впрочем, в эти новогодние дни статистика по количеству обращений не превышает прошлогодние показатели. Но впереди у врачей еще одна волна. Синоптики обещают крещенские морозы до минус 22. И традиционный обряд погружения в купель может стать причиной вызова скорой помощи. Ксения Обороткина, Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Александр Егоров. Итоги недели.